Несмотря на непростую ситуацию по коронавирусу, представители областной инспекции госстандарта продолжают надзорную деятельность за продукции, реализуемой в торговой сети Брещины. И стоит сказать, достаточно успешно. К сожалению, здесь можно встретить немалое количество товаров, которые небезосновательно стоит назвать опасными. За первый квартал 2020 года нами уже испытано 280 образцов продукции импортного производства и практически около 70% не соответствует она потребованию безопасности. По уже результатам этих проверок принимаются все необходимые меры. То есть мы выдаем запреты реализации как в целом продукции, так и партии продукции, предписание об изъятии продукции из обращения опасной. Ну и привлекаем ответственных должностных лиц и юридических лиц к административной ответственности. Сегодня особое внимание сотрудники инспекции госстандарта уделяют проверке светодиодной продукции и ламп накаливания. Казалось бы, но даже в выпуске такого сравнительно небольшого изделия производители могут допускать серьезные нарушения с целью экономии. Здесь представители госстандарта рекомендуют не гнаться за ценой и сделать выбор в пользу качественного оборудования. Есть такая тенденция, что выбрасывается на рынок залежавшаяся продукция, поступившая ранее, и, по сути дела, может даже в большей степени появляется на рынке опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции. Но основное внимание мы уделяем, конечно, это поддержке отечественных производителей, в частности, электроламповый завод. Большое внимание уделяется отбору образцов светодиодных ламп, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, поддержать собственного производителя, дать нашей продукции больше уход на рынке. Специально для нас работники инспекции госстандарта подготовили около 10 наименований продукции, изъятой в ходе рейдов. На первый взгляд, обычные, знакомые каждому предметы, однако, как оказалось, хранящие в себе ряд недостатков и нарушений. Вот, например, светотехническая продукция – светильники. В светильниках отсутствуют втулки, которые удерживают провода внутреннего монтажа, от истирания предохраняют и так далее. То есть, в процессе эксплуатации провод истирается, имеются металлические части, которые легко доступны для взрослых детей, для всех. И части, получается, находятся под напряжением и имеется возможность поражения электрическим током. Особое внимание товарам для детей, ведь от того, насколько безопасна игрушка, зависит жизнь и здоровье маленького человека. Здесь оценивается и уровень звука, который издает робот или машинка, и соответствие заявленному возрасту и размер. В самокатах мы контролируем такие требования безопасности, как диаметр колеса, диаметр ручки. То есть, согласно требованиям восьмого регламента на игрушке, диаметр ручки должен быть не менее 40 мм. Фактически, вот измеряем диаметр ручки и фактически у нас получается 29 мм. То есть, это возможность причинения вреда здоровью детей. Так же, как и диаметр колеса. То есть, чем меньше диаметр колеса, тем больше вероятность того, что ребенок может перевернуться. Также родителям стоит быть внимательными при покупке детям печатной продукции. От того, насколько правильно издателями был подобран шрифт, порой зависит, каким будет зрение малыша в ближайшие несколько лет. Пробел между словами должен быть не менее, чем высота буквы. Как я говорю, шрифта. Вот. Фактически, вот имеются нарушения такие, как вот для детей младшего школьного возраста в издательской продукции. Если же возникли вопросы, имеет ли товар сертификат качества и специальное разрешение на реализацию, покупателю дано полное право потребовать эти документы у продавца. Кроме того, проконсультироваться всегда можно, обратившись на сайт областной инспекции госстандарта.